Мы находимся на 30-й юбилейной выставке ProdExpo 2023. С нами руководитель отдела маркетинга Котина Ирина и директор по экспортным продажам Игнатенко Марина, компания «Беловежские сыры». Здравствуйте, с чем вы к нам сегодня сюда пришли? Мы представляем новинку нашей линейки «Сарматия». Это линейка европейских реплик сыров, линейка выдержанных сыров от 3 месяцев и более, которая представляет сегодня на белорусском рынке и на российском в том числе. Я знаю, что вы расширяете свое присутствие в сетевом ритейле. Как это происходит? Какие трудности вы испытываете? Какие новые решения нашли? Вы знаете, мы не испытываем никаких трудностей. Наш продукт очень нравится. В данный момент мы уже представлены в сети «Пятерочка», в сети «Магнит». В наших планах вхождение в такие сети, как «Ашан», «Метро», в топ-10 российских сетей. Сейчас мы расширяем количественную дистрибьюцию по сети «Пятерочка», входим в «Перекресток». Наш продукт показывает достаточно хорошие продажи и показатели радуют представителей ритейла, поэтому они охотно идут с нами на переговоры. И, собственно говоря, мы планируем к концу года продавать на 80% именно в ритейл, сокращая тем самым продажи в оптовые каналы. А можете подробнее рассказать, какие сыры входят в вашу линейку? В нашу линейку входят сыры классические. Это «Пиковая дама» – один из лидеров продаж на российском рынке. «Ланселот» – топливное молоко. Очень по вкусу пришелся сыр «Беловежский трюфель» с пожитником ароматом грецкого ореха. Это сегодня, наверное, занимает самую лидирующую позицию в продаже, как на российском рынке, так и на белорусском. В принципе, и третье странно то же самое. В топ лидеров продаж также входит наш торговый марк «Сармати» – сыр «Моздам». Это сыр пропионовый, с большими дырками, так называемыми, глазами. Этот сыр по душе пришелся не только по тому каналу, но и рознице. Он успешно продается в таких торговых сетях, как «Магнит», «Пятерочка». Сегодня большой интерес проявляют сети, в том числе по советскому пространству. Это Грузия, это Ереван. Сегодня, в частности, прошли переговоры очень успешные. Также заинтересованы поставками данного сыра в Таджикистан, в Туркменистан. Успешно продается. И большой интерес к этому сыру в Узбекистане сегодня. То есть это очень хорошее показатель по сыру. Мы осуществляем очень обширные экспортные поставки в союзные государства, в страны СНГ. Наш продукт уже очень востребован в этих странах. Отличаются вкусы россиян и белорусов? Ну, россиян и белорусов, я бы не сказала, что не отличаются. Нет, мы очень похожи на 98%, да, мы схожи по вкусам. Отличаются, конечно, больше в таможенном союзе это Казахстан. Да, Узбекистан очень отличается на странах СНГ. Там предпочтение отдается именно сыр и стопленное молоко. Да, вот пожить почему-то не пришлось им по душе. Ну, отличаются, конечно, но мы стараемся в своей технологии использовать те уникальные технологии, которые, в принципе, адаптированы будут под каждый рынок, но своеобразно. Это определенные вкусовые добавки, это определенные закваски, это определенные ферменты, которые нужны для того либо нового рынка. Мы, перед тем, как начинать поставки на какой-то новый рынок, выход на новый рынок, на новую какую-то торговую сетку, мы обсуждаем сразу предпочтения, сразу вкусовые, чтобы, знаете, чтобы не выйти с каким-то соленым продуктом на рынок, где не любят просто соль. Ну, это же нормальное явление, как бы, да, мы все специфически, у нас все вкусы почти разные, поэтому мы, прежде чем выйти, мы очень тщательно прорабатываем рынок, вкусовые предпочтения, потом только мы запускаем производство. А чье сырье вы используете для производства? Исключительно собственное сырье, белорусское сырье. Мы находимся в самой экологически чистой зоне Беларуси, Беловежской пущи, район Беловежской пущи, да. Нас сырьевая зона представлена именно сельхозпредприятиями района нашего. У нас есть свое собственное хозяйство, которое нам дает очень большую долю молока именно собственного. Мы, в том числе, постоянно занимаемся расширением сырьевой своей зоны. Мы строим новые фермы, мы новый скот закупаем. Мы наши ветеринары, наши руководители отделов животноводства постоянно ищут новые решения, новые вот поговорки. У вас полный цикл производства. Совершенно верно. Надеюсь, скоро ваши сыры будут на российских прилавках, мы обязательно их увидим. Большое спасибо вам и желаем удачи. Спасибо. 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 Спасибо.